Приветствую вас! Вы знаете, я думаю, что сначала надо бы разобраться, что именно в вашей позиции вас не устраивает. Что именно в вашей позиции вызывает у вас сомнения, именно в вашей позиции. Понимаете, здесь есть два фактора. С одной стороны, вас все устраивает, вы неуседший человек, то есть по темпераменту вы предполагаете, что не готовы к ребенку и не можете быть матерью. С другой стороны, на вас давит общество, в связи с чего вы начинаете сравнивать себя с другими людьми. Дальше, вы боитесь от слова. Очевидно, вас это тоже в какой-то степени мотивирует на определенные мысли. И последний момент, это то, что вы боитесь вас бросить. То есть, есть какая-то вот тревожность, да, есть какое-то вот ощущение небезопасности. И хоть своего мужа вы называете любимым, он примет любое ваше решение, все равно вы недостаточно доверяете ему, а значит недостаточно доверяете себе, а вследствие чего возникают такие страхи. В целом, это, конечно, неуверенность в себе, какое-то непринятие, какое-то непринятие себя на сто процентов. Вот. И, в общем-то, отсюда ваши страхи, отсюда ваша приводность. Это желание соответствовать каким-то вот общественным стереотипам, которые, в общем-то, будут стараться вас, значит, принуждать к тому, чтобы вы родили ребенка. Кстати говоря, если вы родите ребенка против воли, это, так или иначе, отразиться на нем, отразиться на нем достаточно-достаточно негативно. Вот. И вряд ли это будет на пользу обществу, вряд ли это будет хорошо для вас и для ребенка. Вот. Собственно, вам, Яна, нужно, наверное, в первую очередь, сформулировать для себя запрос, вопрос, как быть, чтобы что, чего вы хотите. И, уже исходя из этого, как бы действовать, что вы хотите в себе поменять. Вот. Можно поработать со страхами, можно обратить внимание на экзистенциальный аспект вашей жизни. Можно заняться отношениями с мужчинами в целом, с супругом в частности, потому что вы не доверяете ему, у вас есть опасения, чтобы разбросить. Вот. Может заняться, собственно, вопросами уверенности в себе, потому что то, как вот стереотипы влияют на вас, особенно когда вы говорите, что кто бы что ни говорил, я знаю, как мужчины воспринимают девушку с ребенком. Ну, это очень такая, вот знаете, прям обобщающая такая ярлыковая концепция восприятия мужчин. Вот. Извините меня за, может быть, не очень складное выражение. То есть, вы взяли, всех мужчин обобщили. Ну, вот. Ну, к примеру, допустим, мне абсолютно, как мужчине, все равно, с ребенком девушке или нет. Вот. И для любого серьезного мужчины, в общем-то, я повторюсь, серьезного и духовно личностно развитого мужчины, мать как бы выступает таким плюсом в плане того, что это человек, который умеет заботиться, это человек, который, в общем-то, умеет любить. Человек, который думает, ну, в хорошем смысле слова, не только о себе. Вот. И, соответственно, такой человек представляет, ну, серьезную ценность. И вы, а вы это все обесцениваете, вы это все отрицаете, вы берете стереотип, который был, который вы когда-то услышали, соединили его со своим страхом «Будь брошен», и получилась такая вот позиция. Вот. Причем позиция, как мне видится, достаточно категоричная. Вот. И вам вот нужно работать над собой, да, вам нужно работать с психологом, вот, над своими проблемами. Может быть, вам даже нужно вместе с мужем поработать, да, потому что, вполне вероятно, есть какие-то нюансы, которые мотивируют вас тревожиться и бояться. Ну, понятно, что эти нюансы не только в отношениях на вас самой, но и в отношениях они тоже присутствуют. Вот. Как следствие, выправить некий перекос в проявлении ваших эмоций, потому что где-то вы свои эмоции проявляете очень хорошо, очень активно, где-то вы их проявляете крайне негативно, крайне пассивно. Вот. Нужно, чтобы был баланс, нужно, чтобы был такой равновесие, компромисс. Вот. Сейчас, на данный момент этого нет, этого нет. Именно за счет ваших страхов, которые всегда приводят к таким проблемам. Вот. Вот, собственно, как, может быть, направиться на серьезную работу с психологом, а дальше уже определять, будете определять, что вам откликается по ценностям, а что нет. То есть, вот, ну, буквально, в смысле этого слова, да, что вам, значит, что вы разделяете, как вот, ну, как ценность, да, что вы разделяете, как ценность. А что нет. Вот. И, в общем-то, да, это является, ну, ключевым моментом. Того, что, ну, того, что, ну, того, что составляет вашу проблему. Вот. Такая вот, соответственно, здесь история, то, что, вот, я могу вам сказать на данный момент. Вот, в принципе, такой ответ я могу отдать. На этом все. Я надеюсь, что это было вам полезно. Я желаю вам всего самого доброго, удачи. Надеюсь, что ситуация разрешится самым лучшим образом. Обратим. Лава.